МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. В прошлом выпуске день за днем мы рассказывали о том, что жильцы дома номер 11 в первом микрорайоне хотят выселить спортивный клуб «Атлант». О результатах собрания жильцов в нашем сюжете. 26 января жильцы дома номер 11 в первом микрорайоне пришли на общее собрание, чтобы решить судьбу спортивного клуба «Атлант». Напоминаем, что инициативная группа жильцов дома обратилась к соседям с предложением узаконить расположение клуба на их общей собственности. На собрание из 90 жильцов пришли чуть более половины, а это означает, что кворума не было, и собрание неправомочно принимать решение и выносить вопрос на голосование. О том, что теперь должна сделать инициативная группа, чтобы с соблюдением закона передать «Атланту подвал» в аренду, нам рассказала ведущий специалист управляющей компании. Следующим этапом от инициативной группы будет размещение протокола вот этого несостоявшегося собрания на дверях подъездов этого многоквартирного дома и уведомление, что следующим этапом, согласно жилищного законодательства, решение данного вопроса будет проходить по очно-заочной форме с датами проведения вот этого заочного голосования. После проведения заочного голосования также все это будет запротоколировано. Протокол будет размещен на подъездах этих жилых домов и после, по прошествии законодательного времени на все эти обсуждения и оформление протоколов, будет оформлен договор с управляющей компанией по аренде данного помещения, по плате за коммунальные услуги и вообще по дальнейшему пребыванию данного клуба в этих помещениях. Прожиточный минимум в Смоленской области уменьшился на 200 рублей. Самое время научиться экономить. Постановлением администрации Смоленской области установлена величина прожиточного минимума за 4 квартал 2015 года – 9918 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 10 676 рублей. Для пенсионеров – 8 182 рубля, а для детей – 9 713 рублей. Напомним, что ранее прожиточный минимум в Смоленской области составлял 10 141 рубль. В начале прошлой недели десногорским первоклассникам о пожарной безопасности рассказали сотрудники первой пожарно-спасательной части. Занятие на тему «Пожарная безопасность в быту» прошло в школе номер 4. Цель подобных занятий – сформировать у школьников знания по пожарной безопасности, вызвать интерес и уважение к профессии пожарного. Эта встреча стала прекрасной возможностью для ребят получить новые знания, пообщаться с сотрудником пожарной охраны и из первых уст узнать о тонкостях их профессии. Информация для тех, кто собирается в областной центр. С сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте Смоленска подорожает. На сессии Смоленского горсовета стало известно, что с 1 февраля проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля. Проездные билеты подорожают на 10-13%. Также с 1 февраля подорожает проезд в электричках. 12 января 2016 года исполнилось 80 лет не просто человеку, а человеку-легенде, человеку, которого до сих пор благодарят многие звезды за путевку в жизнь – Раймонд Паулс. Это имя знают все без исключения. Сотрудники Центральной библиотеки не могли остаться в стороне от этого события и подготовили вечер, посвященный творчеству Раймонда Паулса. В исполнении наших самодеятельных артистов звучали знаменитые песни маэстро, написанные в разные годы. Собравшиеся в читальном зале Центральной библиотеки Десногорцы подпевали исполнителям и щедро награждали их аплодисментами. Прозвучали пианист, маэстро, «Еще не вечер», «Листья желтые», «Вернисаж», «Исчезли солнечные дни», «Миллион алых роз» и многие другие столь любимые шлягеры. На протяжении всего вечера в зале звучала живая фортепианная музыка в исполнении Виктора Милосердова. Директор Центральной библиотеки Зинаида Зайцева поблагодарила всех выступавших за сотрудничество и подарила шоколадке. «Вечер мне очень понравился. Я не ожидала, что у нас столько в городе девушек, женщин, которые могут так красиво петь». «Во-первых, очень много песен. Во-вторых, очень много сказали о паузе. Хоть мы и знаем это, но все равно с удовольствием послушали. Так что подпевали с удовольствием». «Тоже песни нашей молодости, я думаю, здесь собрались как вас те люди, которым дорога эта музыка, дорогие эти песни». «Это наша память, это то, что мы можем передать нашим. Вот молодые ребята приходили сегодня, девчата молодые приходили. Это просто, чтобы они помнили и знали другую эстраду». «Булгаковскую ночь» готовят под Смоленском. Жители региона смогут принять в ней участие. В честь 125-летия со дня рождения Михаила Булгакова в Ярцеве пройдет литературный квест-проект «Булгаковская ночь». Игра состоится 22 февраля в Ярцевском центре культуры и искусства на улице Гагарина, дом 5. Команда должна состоять из 20 человек, возраст от 18 лет. Как сообщают организаторы, командам предстоит увлекательное путешествие по этапам квест-проекта. Великий бал, дамский магазин, нехорошая квартира, особняк Маргариты, подвал мастера и другие. На участие принимаются заявки с 27 января по электронной почте. Адрес вы видите у себя на экране телевизоров. Сезон интеллектуальных игр «Смоленская АЭС-2016» открылся в минувшую пятницу турниром «Что, где, когда». Организованным клубом 3000-х и организацией молодых атомщиков при поддержке руководства и профсоюзного комитета атомной станции. В игре приняли участие 19 команд представителей подразделений «Смоленская АЭС», молодежной и ветеранской организации станции, предприятий, организаций и образовательных учреждений Десногорска. По итогам турнира первое место одержала сборная команда работников «Смоленской АЭС» из города Рославля. Третью ступеньку пьедестала почета, набрав 22 очка, заняла команда отдела ядерной безопасности и надежности Смоленской станции. А в Смоленском зоопарке завтра отметят день ежа. Питомцы ежи Маша и Жека подскажут, скоро ли придет весна. Посетители смогут в этот день познакомиться с обыкновенным ежом Машей и ушастым ежом Жекой. Сотрудники зоопарка расскажут об особенностях ухода за этими животными и покажут познавательные, научно-популярные и мультипликационные видеоматериалы, посвященные ежам. Стоит отметить, что раньше ежи предсказывали скорое наступление весны. Еще древние римляне будили животных во время зимней спячки и наблюдали за ними. Если еж выходил из норы, считалось, что тепло не за горами. Позже эту традицию переняли американцы, доверив роль прорицателей суркам. Свой сайт появился у кластера информационных технологий Смоленской области. Компания, которая входит в кластер IT-технологий региона, разработала и запустила официальный сайт smolensk.ru. На сайте представлена информация о деятельности и принципах работы кластера, запланированных проектах, а также мероприятиях, проводимых его участниками. Компании, заинтересованные в участии в вопросах развития сферы информационных технологий в Смоленской области, могут подать заявку на вступление в специальном разделе сайта. Также существует возможность инициировать собственный проект. В Смоленске проведут автопробег против пьяного вождения. Акция «На дороге мы все равны», которая пройдет по улицам областного центра, будет посвящена памяти 19-летней студентки Алены Путиловой, сбитой в марте прошлого года на пешеходном переходе. С помощью автопробега неравнодушные горожане хотят привлечь внимание к проблемам нетрезвых водителей. О происшествиях в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 130 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 168 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 117. Задержано водителей за управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения – двое. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. За совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечены два человека. А сейчас о криминальной обстановке в области. В дежурную часть отделения полиции по Красненскому району обратился житель, который сообщил, что неизвестные похитили его внука. Следственно-оперативная группа на место происшествия прибыла незамедлительно. Подробности вы узнаете из сюжета. Пенсионер, который обратился в полицию, рассказал, что к нему в гости из Москвы приехал внук. Утром возле дома остановилась машина, из неё вышли четыре человека. После непродолжительной беседы с внуком мужчины силой посадили его в автомобиль. Скрылись в неизвестном направлении. Свидетелем среди которых был дед потерпевшего и посетители магазина, расположенного неподалёку, удалось запомнить цвет и фрагмент регистрационного знака автомобиля похитителей. Ориентировка на машину незамедлительно была разослана всем полицейским нарядом. Был введён план «Перехват-2». Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что автомобиль движется в сторону Москвы. В ходе комплекса оперативно-развестных мероприятий на 230-м километре автодороги Москва-Минск сотрудники ГИБДД задержали иномарку, схожую с описанием в ориентировке. В автомобиле находилось пять человек, среди которых был похищенный 24-летний житель города Москвы. Подозреваемые были доставлены в дежурную часть отделения полиции по Красненскому району для дальнейшего разбирательства. Ими оказались жители города Тольятти 86, 87, 88 и 90 годов рождения. Следственными органами по Смоленской области возобуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под арестом. А сейчас новости спорта. В Приживальском пройдёт первенство Центрального федерального округа по биатлону. Соревнования пройдут со 2 по 8 февраля на биатлонном комплексе Чайка в Демидовском районе посёлки Приживальское. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 1997-2000 годов рождения. О программе вы можете узнать на сайте Федерации биатлона. Адрес вы видите на экране телевизора. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова